МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Все сгорело дотла. Девять семей остались без жилья после крупного пожара. Власти ничем помочь не могут, поскольку пожар был бытовой, а все квартиры в частном владении. Единая форма дисциплинирует. Кондукторов общественного транспорта одели в единую форму. Городские власти реализуют программу по улучшению качества работы общественного транспорта. Отведать настоящие деликатесы кочевой кухни, познакомиться с культурой и бытом казахского народа. Такая возможность представилась гостям первого международного этнофестиваля Улутау-Камуза. В Караганде сильный пожар оставил без крова 10 семей. 37 человек, из них 16 детей, сейчас временно размещены у родственников и в обшежитиях. Инцидент произошел 1 июля около 12 часов ночи. Горел 14-ти квартирный дом барачного типа по улице Вагонная. Пострадавшие винят во всем пожарную службу, которая, по их словам, среагировала неорганизованно. Асиль Сазанбаева с подробностями. Нету сплоченности, понимаете. Один ушел туда, другой ушел туда, третий вообще пошел на край дома. Зачем? Когда там еще ничего не горело. Мы кричим, тушите, тушите, пока пришел электрик, пока вот это вот, отрезал эту электроэнергию, все у меня вот, все сгорело. 14-ти квартирный дом барачного типа сгорел ночью 1 июля. Без крыши над головой остались 10 семей. Жители успели выбежать и спасти лишь документы. К сожалению, имущество спасти не удалось. Сгорело все. Вещи, мебель и техника. Да и дом уже не восстановить. Уже зайти что-то спасти, уже было невозможно, потому что уже, получается, с той стороны, где вы только что были, где зал, там уже крыша горела сильно. Вот спальня вся сгорела у нас. Вот куда мы сейчас пойдем? Я многодетная. Я многодетная. Мать-пенсионерка. Вот ребенок у меня студент. Трое маленьких у меня. Кормилиц, допустим, у меня только у нас муж кормилиц. Я вот только-только начала работать. Вот, допустим, я сейчас даже восстанавливаю. На что мы будем восстанавливать? Районный Акимат выделил комнаты в общежитии. Оставшееся имущество приходится сторожить. Ведь воруют все, даже средь белого дня, рассказывает Дана Зингарина. Вот там. Ну, там у меня мама с детьми, бабушка с детьми. Мы с мужем ночевали сегодня здесь. Позавчера ночевали здесь. Потому что пять минут мы отошли, вот просто пять минут. У нас уже осталось вот от компьютера, там что-то можно было спасти, уже украли. Уже счетчики сняли на улице. Это мародерство же называется. Люди пострадали, да, вот нету сочувствия у людей. Водопровода нет, и поэтому для тушения пожара людям пришлось обходиться подручными средствами. Взяв в руки ведра и канистры, носили воду все вместе. Жильцы винят в потерях пожарную службу. По их словам, они работали неорганизованно. Пожар был локализован спустя полтора часа, а ликвидировали полностью только в 02-21. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Но сейчас кто прав, а кто виноват, выяснить нельзя. Так как причины пожара еще неизвестны. Также на пожар были задействованы силы из Роспадепартамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. В составе 53 человека. Также 11 техники. Как говорят пострадавшие, приходили представители районного Акимата и предлагали помочь расчистить территорию, но не финансово. Ведь по закону дом является частной собственностью. И помочь они ничем не могут. На сегодняшний день, согласно действующего законодательства, оказать помощь напрямую погорельцам не представляется возможным, так как этот объект не является объектом коммунальной собственности. Поэтому на сегодняшний день нами уже организована работа по... Ну, мы проводим переговоры с общественными фондами, с благотворительными фондами по поводу возможности оказания помощи. А более того, также мы будем работать с крупными бизнесменами, кто сможет чем-то помочь. Да, возможно, стройматериалы или леса строительные. То есть, какие-то вопросы. На сегодняшний день уже есть договоренность подрядной организации для вывоза мусора и остатков дома. Кроме того, с жителями будут работать юристы для решения проблемы с документами. Ассель Сазымбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Минувшие выходные на Карагандинском Федоровском водохранилище во время купания утонули два человека. Спасатели сообщают, что оба купались в нетрезвом виде и в запрещенных местах. Первый несчастный случай произошел 2 июля около половины третьего дня. Через час поисков на глубине трех метров водолазы обнаружили тело погибшего 34-летнего карагандинца. Второй несчастный случай произошел около шести часов вечера. В тот же день на водоеме, расположенном в микрорайоне Голубые пруды. Тело 35-летнего мужчины также нашли на глубине трех метров. 2 июля в Караганде был выявлен факт того, что на Федоровском водохранилище утонули двое мужчин. Первый инцидент произошел днем, другой – вечером. Тела двух были обнаружены на глубине трех метров. Оба купались в нетрезвом виде в запрещенных местах. По поручению Акима Карагандинской области с 1 июля автопаркам города была выдана единая форма одежды. Водителей и кондукторов облачили в специальные футболки, которые отличают их от пассажиров. Более полутора тысяч комплектов было приобретено автопарками города. Руководители автобусных автопарков приобрели полторы тысячи комплектов единой формы. Однако у каждого автопарка свой оттенок. Форма включает в себя футболки и специальные жилеты для кондукторов. Выдавалось по два комплекта каждому сотруднику. Закуплено автопарками более полтора тысячи комплектов. То есть на каждого водителя по два комплекта. Еще какие-то изменения могут быть в ближайшее время? Пока вот эти. Дальше будем, да. Соответственно, в приоритете сейчас будет у нас культура обслуживания. Курение за рулем, разговор по мобильному телефону. И завершение тарифа в вечернее время. Также мы отлавливаем. Бывает, что водитель трафарет меняет и говорит, что я совсем другого. Вчера его выявили, уже водителя наказали. То есть совсем другого автопарка даже маршрут был. Мы его выявили. То есть работы в этом направлении будем продолжать. Ежедневно руководство автопарка строго следит и проверяет наличие формы у каждого сотрудника. Если же кто-то из работников вышел на работу без спецодежды, то автобус не выпустят в рейс. Однако водителям и кондукторам форма оказалась по душе. Им нравится. Они делают комментарии, говорят, что это приятно смотреть. И нам самим удобно, что футболки и джилеты. Здесь можно лжать билеты, деньги и все. Ну, комфортно. Я только рада, что придумали форму. Форма. Сейчас, давайте возьмем форму. Мне нравится форма. Очень удобная. Каждое утро нас проверяют на наличие формы. Это хорошо. Яркая, красивая футболка. Я, например, с удовольствием смотрю. Данная мера повысит уровень культуры обслуживания пассажиров. Кроме того, уже совсем скоро будет разработан зимний вариант спецформы. Астель Сазымбаева, Исламбек Успана, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. 355 выпускников Карагандинской области не набрали пороговый уровень на едином национальном тестировании. В этой связи в областном филиале партии Нур-Отан состоялся брифинг, посвященный этому вопросу. Что делать выпускникам, не преодолевших пороговый уровень? На этот вопрос искали ответ партийцы и чиновники. Работа по оказанию поддержки выпускникам школ, не преодолевшим пороговый уровень, при сдаче ЕНТ или не участвовавших вовсе, началась в 2016 году. Тогда из 606 и 230 были направлены на курсы подготовки кадров. Сейчас все они трудоустроены в тех организациях, с кем у партийцев подписан договор. В этом же году работа будет проводиться по обеспечению занятости и дальнейшему обучению молодежи в рамках новой программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Полный контакт и тесную связь. То есть, помимо этого, у нас есть еще районные, все городские районные филиалы, которые занимаются постоянно, держат на контроле. Вот, расти меморандумы с промышленными предприятиями нашей области. Это, безусловно, партнеры нашей, вернее, партии Нур-Отан. И среди них очень много предприятий, которые готовы за счет своей организации обучать молодых людей к первым азам, к первым курсам на данном предприятии. Выпускникам будет оказана помощь в рамках подписанного меморандума между Нур-Отаном, Министерством образования и наук Республики Казахстан, Министерством труда и соцзащиты, также Министерством по делам религии. Помощь будет оказана в обучении, занятости и трудоустройстве выпускников школ через центры занятости населения, организация бесплатных курсов повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки. Таким образом, проект САТ-ТКДАМ решает сразу несколько задач. Это вовлечение молодежи в полноценную социальную жизнь, получение качественного технического и профессионального образования и обеспечение перспективными молодыми кадрами индустриально-инновационных предприятий Казахстана. Фариза Албаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Подземный музей шахту открыли в Караганде. Музей расположился на территории Карагандинского горно-индустриального колледжа. Учебная шахта была построена еще в 1981 году. Однако до сих пор посторонних в нее не пускали. Но уже сегодня посетители могут почувствовать себя настоящими шахтерами, спустившись на глубину 15 метров. Открытие нового музея посетил руководитель управления образования Карагандинской области. Асхад и Маганбетов. Прежде чем спуститься в шахту, гостям предстоит послушать небольшую лекцию о том, как на месте нынешней Караганды нашли угольные месторождения и как начали бурить первые шахты. После этого посетители ведут на инструктаж и переодевают в спецодежду – штаны, куртки и каски с фонариками. Сама шахта, как и положено, находится под землей. Правда, на глубине всего 15 метров. Клеть, которая везет посетителей вниз, вибрирует довольно долго, а за мутными окошками вспыхивает и гаснет свет, заставляя гостей поверить, что они спускаются глубоко под землю. Мы организовываем туры именно по Центральному Казахстану, а так как Караганда – это шахтерский город, наши туристы всегда интересуют, какие объекты связаны с шахтерами, с шахтами они могут посетить. И до недавнего времени это было очень проблематично, потому что ввиду техники безопасности шахты настоящей действующей посещать было нельзя, а вот благодаря появлению такого музея это стало возможным. Весной этого года я здесь была, когда только-только появилась эта идея создания шахты, я была здесь, и, сказать честно, это огромное преобразование, которое между тем временем, когда я посещала этот музей весной и нынешним временем, это просто огромная разница, то есть я думаю, что туристы тоже будут в таком же восторге, как и мы. Идея создать шахту-музей пришла руководителю управления образования Карагандинской области Асхату и Магомбетову три года назад. За это время сделали ремонт и реконструкцию подземного музея. Потратили 25 миллионов тенге из областного бюджета. Здесь есть подстанция, вентиляционный и откаточный штрек, а также водоотлив, ленточный конвейер, действующие комбайны и прочее оборудование. Карагандинский комбайн, который мировой рекорд за 31 день прошел 2250 метров. Вы вздумайтесь только за... Сама шахта занимает площадь чуть более сотни квадратных метров. Там установлено работающее оборудование, такое же, как и в действующих шахтах. За ним работают манекены, которые в тусклом свете фонарей кажутся живыми людьми. На каждой машине есть наклейка с названием. Если навести на нее камеру смартфона, то на экране появится вся информация об объекте на трех языках – казахском, русском и английском. Вскоре эти наклейки будут заменены на кьюр-коды, чтобы было еще проще. И кроме того, добавятся аудиофайлы, чтобы можно было не только читать, но и слушать. Караганда – шахтерская столица. Есть смысл гордиться нашими шахтами, есть смысл гордиться нашими достижениями. У нас очень много замечательных героев-шахтеров, поэтому я думаю, что об этом должны знать все. Ну и нужно не забывать о том, что все-таки шахты Карагандинского угольного бассейна, Арселом Митл Тимиртау, они немножко закрытого типа. Поэтому эта шахта как раз позволит и школьникам приходить сюда, и просто желающим. Иностранцы могут приехать. Для этого мы им создали все условия. Шахта натуральная один в один. Каждому посетителю будут вручать сертификаты о том, что они действительно спускались в шахту. Также после посещения музея всех будет ждать упакованный в газету тормозок. Два ломся черного хлеба с маслом, пара кружочков колбасы и несколько перьев зеленого лука. Это и есть шахтерский обед. На выходе из музея вскоре появится сувенирная лавка. А пока что приобрести билеты на экскурсию в шахту можно лишь у туроператоров. Продавать билеты в самом музее не могут. Это часть учебного заведения. А значит, вести там коммерческую деятельность запрещено. В скором времени этот вопрос обещают урегулировать. По задумке организаторов, билет в подземный музей-шахту будет стоить не более 500 тенге. Асиль Сазамбаева, Исламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Впервые в Казахстане прошел первый международный фестиваль Олутау-Камазе. Гости мероприятия смогли окунуться в самобытную культуру кочевников. Они также посетили уникальные мастер-классы отечественных ремесленников и попробовали деликатесы кочевой кухни. Пятый сезон этнофестиваля «Тересаканская весна» состоялся в национальном историко-культурном и природном заповеднике музея Олутау. На этот раз тематика фестиваля называется «Олутау-Камызы». В программу проведения фестиваля вошли национальные традиции казахского народа. Обряд «Бе-бай-лау», «Камыз-мурындых», «Стрельба из лука» и «Метание копья». Также участники мероприятия посетили мастер-классы по различным ремеслам, а также по изготовлению национального напитка кумыса в современном обществе. Фестиваль приурочен к международной специализированной выставке «Экспо-2017». Сюда приехали гости из Европы. Помимо мастер-классов и выставок, гостей угостили деликатесами кочевой кухни. Сельчане провели самые красивые степные обряды, связанные с лошадью. Дайрюс Нормонтас с семьей приехал на «Экспо» из Литвы. От увиденного остался под большим впечатлением. Особенно понравилась казахская национальная кухня, признался мужчина. «Мы счастливы за то, что здесь чистая природа, общительные люди, и все так очень хорошо настраивают. Настолько много информации, что что-то выделить одно, очень-очень трудно». На фестивале проводились различные конкурсы и состязания. Один из них называется «Бия Камыс». Где участник должен выпить как можно больше кумыса. Также были соревнования по поеданию вареного мяса. Кто больше съест, тот считается победителем. На мероприятиях гостей больше впечатлила женская борьба, которая на фестивале проводится впервые. Победителям вручали денежные призы. Кинжигуль Бимагомбетова рассказала гостям, как нужно готовить кумыс и чем он полезен. По словам женщины, это целебный напиток. Кумыс лечит 90% болезней. Надо сказать, что кобыле молоко собирать гораздо сложнее, чем коровье или козье. Кобылу доят 4-6 раз в день. И делать это надо очень быстро. У доярки не больше полминуты на то, чтобы собрать молоко. Одна кобыла в день дает около 5 литров молока. Потом молоко переливают в чистую деревянную колоду, чтобы избавиться от лишних запахов. Добавляют закваску из старого кумыца и начинают вымешивать. В течение часа при температуре 18-20 градусов Цельсия. После вымешивания разливают по чистым стеклянным бутылкам и оставляют. Мероприятие в Улутаусском районе посетили гости из зарубежных стран, а также представители Министерства культуры и спорта. Этнофестиваль «Тересаканская весна» – явление уникальное, считают организаторы. По их мнению, только в селе Тересакан сохранились древние праздничные обряды казахских коневодов. Андрей Тенн, Жарагибаев, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Алоха, ярко-кросс. Самый красочный марафон прошел в Караганде. В выходные дни в Центральном парке культуры и отдыха прошел долгожданный разноцветный забег на 5 километров. В ярко-кроссе приняло участие порядка тысячи человек. Среди них были как дети, так и взрослые. Участников забега осыпали краской желтого, синего, зеленого и оранжевого цветов. Главное условие быть в белом, а в конце забега стать цветным. На цветном шоу побывала Фариза Убаева. Море эмоций, зажигательные конкурсы, здоровый отдых и, конечно же, огромное количество разноцветной краски. Это и есть ярко-кросс. В Караганде он проводится уже в пятый раз. Перед тем, как бежать дистанцию в 5000 метров, организаторы провели массовую разминку. Их развлекали ведущие, танцоры и конкурсы от спонсоров. Как рассказали организаторы, предположительное количество участников – более тысячи человек. Самому старшему участнику, зарегистрированному на ярко-кроссе, 92 года, а самому маленькому – 6 месяцев. Мы позволяем людям подурачиться. Вот у нас такое мероприятие. Мы даем людям возможность один день в году просто подурковать взрослым и детям. Каждый участник получает номерок, и также дополнительно он может приобрести набор участников. В него входит футболочка, алоха, эркокросс, гавайские бусы и эко-рюкзачок. Далее участники группами по 100 человек делали круговой забег вокруг озера, где были расположены 5 станций с разными цветами пудры. При этом никаких правил, кроме одного. Начать забег нужно в белой футболке, а закончить в ярко раскрашенной. По всему пути бегунов обсыпали яркими красками. Здесь не имело значения, кто придет первым. Удовольствие от пробежки получил каждый. Забег не только дарит радостные эмоции, но и поможет развитию экологии города. Так как средства, вырученные от продажи билетов, пройдут на озеленение Караганды. В этом же году точкой благоустройства станет проспект Шахтеров. Во-первых, наша благотворительная цель – это посадка деревьев. Мы являемся фондом, который занимается озеленением города. И каждый год после проведения ярко-кросса мы осуществляем благотворительную посадку. В этом году она будет проходить по проспекту Шахтеров. Больше четырех часов, проведенные от начала до конца, подарили кучу положительных эмоций как участникам и организаторам, так и тем, кто видел со стороны толпы людей, раскрашенных с головы до ног разноцветной пудрой. Мне очень понравилось. Вы сок дали? Да, мне сок дали. Я еще выиграл мини-монофлот и поем в KFC еще. Я участвую в ярко-кроссе уже не первый год. И каждый год это невероятные ощущения, это радость, это куча людей, которые тебе просто улыбаются. Я так думаю, это еще не последний год, когда я буду в этом участвовать, потому что это реально классно. Мы должны прийти вот такими, вот прям вот такими, черными-причерными, ну вот такие, разукрашенные все. Красочным завершением шоу стало цветочное облако из пудры от Ярко Кросс 2017 Алоха. Итальянское качество и доступные цены. Именно так можно охарактеризовать магазин классических костюмов «Алтынадам», открывшийся в Караганде в начале года. Здесь представлена одежда, которую шьют на Сайрамской шейной фабрике. Цены, кстати, вполне приемлемы для всех слоев населения. Магазин по продаже классических мужских и женских костюмов казахстанского бренда «Алтынадам», принадлежащего казахстанской компании «Голден Намад», открылся в Караганде в начале года. И с тех пор ориентируют местное население на поддержку отечественного производителя. Швейная фабрика действует с 2014 года и обеспечивает работой 135 человек. Производственная мощность фабрики позволяет за одну рабочую смену выпускать 400-500 костюмов. На сегодняшний день из-за большого спроса фирма запустила уже второй завод. Это, наверное, первый магазин у нас в Караганде, производителями которого являются наши, казахстанские. Хотелось бы отметить, что данная работа осуществляется при поддержке нашего государства. Так были получены субсидии в банках по льготной тарифной ставке вознаграждения. Также мы открылись в этом году в феврале месяце в городе Караганда, в шахтерской столице. Также у нас имеются другие магазины во всех городах Казахстана. Посетив этот магазин, вы можете быть на 100% уверены в качестве предложенной вам одежды. Магазин ориентирован на классический образ, и каждый стиляга может найти здесь костюм по вкусу. Магазин уже пользуется спросом у карагандинцев. Здесь можно встретить чиновников, школьников, студентов и многих других. Один из них – Ербулат Закиров. Он является лицом магазина. Ербулат с гордостью отмечает, что рад этому. На связи с тем, что я работаю в сфере шоу-бизнеса, так можно выразиться, люди задают огромное количество вопросов в социальных сетях, в Инстаграм, в Контакте. Ну и, соответственно, на различного рода мероприятиях, обмениваясь различными новостями, все-таки мы через сарафан, так сказать, узнаем, что есть с тобой бренд. Ну и, в принципе, на данный период времени Алтын-Надам не нуждается в рекламе, в частности, в городе Караганда. Ну, а насчет Казахстана – все впереди. В новом бутике клиенту подберут свой деловой стиль, в котором он будет чувствовать себя комфортно на работе и других важных мероприятиях. Коллекции костюмов Алтын-Надам разрабатываются совместно с иностранными дизайнерами с учетом всех новых модных тенденций. Покупатель Ербулат Шамов уже не первый раз приобретает костюм отечественного производства и очень доволен качеством. До открытия магазина Ербулат одевался в других местах, но теперь за покупкой приходит только в Алтын-Надам и отмечает, что здесь можно найти все по вкусу. «Разница в цене, конечно, и качество то же самое, материал то же самое, шитье, то же самое, цвет. Ну, в данный момент здесь покупается дешевле, ну, как бы по карману не бьет. Доступно самое главное и удобно одевать. Я всегда приветствую производителя казахстанского, отечественного производителя, всех карагандинцев и в целом казахстанцев приглашаем покупать и одеваться Алтын-Надам». Также имеется богатый ассортимент школьных костюмов для мальчиков и девочек. Магазин уже начал принимать заказы на пошив костюмов на новый учебный год. Отличие этого магазина от других в том, что он работает под маркой «Сделано в Казахстане». Сегодня рынок наполнен отечественной продукцией, вытесняя импортный товар. Покупая отечественный товар, мы поддерживаем экономику Казахстана, а также подчеркиваем патриотический дух нашего народа. Так считают покупатели этого магазина. Гульнур Жакен, Фариза Улбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Со счетом 0-2 карагандинский футбольный клуб «Шахтер» на своем поле проиграл актюбинским футболистам. Игра прошла 2 июля на поле стадиона «Шахтер». Вместе с болельщиками за игрой наблюдал Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Напомним, что глава региона стал инициатором полной смены руководства футбольного клуба по результатам выступлений команды. С начала сезона это лишь второй матч, проведенный на домашнем поле «Шахтера». Все дело в неготовности покрытия. Еще весной комиссия профессиональной футбольной лиги Казахстана наложила запрет на использование футбольного поля. И вот к середине сезона администрация стадиона исправила все замечания. 2 июля карагандинские болельщики наконец-то смогли увидеть свою команду, что называется, в родных стенах. Вот только на этот раз футболисты не смогли их порадовать. Но все по порядку. После стартового свистка арбитра обе команды ринулись покорять ворота соперников. Оно и понятно. «Шахтеру» необходимо побеждать, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы. А «Октюбинцам» необходимо прервать свою проигрышную четырехматчевую серию. На 24-й минуте счет в игре открыли гости. В результате нарушения в ворота «Шахтера» был назначен пенальти. Удар с 11-метровой отметки реализовал Игорь Зинькович. А через 4 минуты этот же Зинькович с розыгрыша «Стандарта» снова отправил мяч в сетку ворот «Горняков». Но это не единственные голы, забитые в этом матче. Юлиус Зоки дважды отправлял мяч в ворота «Октюбе». Однако дважды судья отменял голы. Первый раз мяч оказался в воротах после свистка. Второй раз было зафиксировано положение вне игры. Итог встречи 0-2. Наставник «Шахтера» Саулюс Шермялис заявил, что в этой игре соперник оказался сильнее. Соперник в итоге оказался сильнее. Всегда выигрывает команда, проигрывает тренер. Значит, проигрыши мая. Большое вам каких-то комментариев подробных. Тяжело что-то давать, потому что надо о чем-то говорить. Если хочешь давать комментарии, все надо говорить. Давайте снять. Главный тренер «Октюбе» Владимир Муханов на пресс-конференции сообщил, что главной задачей было сыграть предельно организованно и тактически грамотно. Трудно было, когда «Шахтер» по центру пытался проникнуть с помощью коротких передач и стенок. Должен заметить, что во втором тайме мы имели 2-3 момента, чтобы увеличить счет. Я очень рад за ребят, что они одержали важную победу. Мы давно не выигрывали. Я всех поздравил, а также и болельщиков наших. Думаю, что победа своевременно. Пора уже начинать выигрывать. После 18-го тура у карагандинского «Шахтера» 18 баллов. Клуб по-прежнему находится на седьмом месте. А «Ктобе» с 12 очками остается на последней строчке. Очередной матч карагандинские футболисты проведут на выезде в Шимкенте. 9 июля они встретятся с местным клубом «Ордобасы». Андрей Тенжек, Солкнурта и Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболонстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова